В спортзале Новоактанжбашевской средней школы прошло мероприятие «Веселые старты». Это мероприятие было посвящено 70-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне, 80-летию физкультурно-спортивного общества «Спартак» и 85-летию со дня образования Краснокамского района. Наше соревнование объем охватывает 32 человека. Это смешанная команда села Нижняя Татьяна, села Новоактанжбаш, также села Шушнур. Ребята готовятся к этому мероприятию. Мы готовились уже две недели. Достойно хотят занимать призовые места. Организатором данного мероприятия выступил комитет по делам молодежи Краснокамского района, администрация сельского поселения Шушнурский сельсовет. Непосредственно организатором также была я, совместно с руководителями физической культуры и спорта Фомедулиным Редиком и Андреевой Олесей Родионовной. Это мероприятие мы также проводим, постоянно проводим такие мероприятия. В следующий раз мы проведем это уже в декабре или в январе месяце. В соревнованиях принимали участие школьники старшего звена, имеющие допуск врача к занятиям физической культурой. В составе команд было по шесть человек. Например, были такие этапы, где участники использовали гимнастические снаряды. В основном лыжные подготовлены по лыжам, занимаемся. Ну и там, у нас каждый день проходит тренировка, там, к четырех до шести. Мы занимаемся целую часть там, мы занимаемся там, а потом уже играем в разные игры, например, баскетбол, футбол, там, волейбол. А если зимой, там, целый час там на лыжах катаемся, а потом уже остальное время уже на коньках в хоккей играем. Подготовкой и проведением соревнований занималась администрация сельского поселения, а также учителя физической культуры и администрация школы. Целью соревнований является популяризация и развитие здорового образа жизни, привлечение детей к систематическим занятиям подвижными играми. На основании республиканской программы на лучшую работу среди специалистов по работе с сельской молодежью у нас тоже проходит такое же мероприятие. Составлено положение, и вот сейчас наши специалисты, и у нас всего по Краснокамскому району 8 человек, 8 специалистов готовятся к этому мероприятию. Старт этого мероприятия начался в ноябре месяце и закончится. Он будет продолжаться в течение всего года, и закончится он на следующий год в ноябре. Там, значит, предусмотрены у нас два этапа. Первый – это заочный этап, в котором наши специалисты будут работать именно с документацией, с отчетами, с положениями, сценариями, с разработкой мероприятий различных, спортивных, культурно-массовых и так далее. И подведение итогов это будет у нас уже в апреле. А второй тур подразумевает под собой уже торжественное мероприятие, где будут вручаться кубки, ценные призы нашим призерам, которые, я надеюсь, завоюют и первые, вторые, третьи места. Это будет огромное торжественное мероприятие, где они уже покажут себя с творческой стороны. Значит, они там будут представлять свою визитную карточку, свое кредо. Им в этом будут помогать как рабочая молодежь, так и общественные объединения Краснокамского района. Молодая гвардия, конечно, могут помогать. И родители все желающие, потому что специалист по работе с молодежью – это тот человек, который организует всю спортивную, культурную, массовую работу именно на селе. Болельщики поддерживали как могли и добавили много позитива в атмосферу старта. В конкурсе под названием «Каракатица», который… По делам молодежи в сельских поселениях проводят подобные мероприятия. И вот сегодня по приглашению администрации сельского поселения и специалистов по работе с молодежью сельского поселения мы приехали, посетили это хорошее мероприятие. Мы стараемся на каждое такое приглашение откликаться, то есть помогать какую-то методическую помощь оказывать и, конечно же, своим наставлением, своим присутствием повысить и статус мероприятий, и показать молодежи, что комитет по делам молодежи, районное руководство всегда все шаги в их направлении делает. И в дальнейшем мы также будем всячески помогать в организации подобных мероприятий. Пользуясь моментом, директор школы поделился историей учреждения, вспомнил о знаменитых спортсменах, бывших педагогах и учениках. Он отметил, что для подрастающего поколения созданы все условия для занятий спортом. Только в этом году на ремонт спортивного зала и приобретение необходимого инвентаря администрации района было выделено более 200 тысяч рублей. Особое внимание уделялось спортивному движению, военно-патриотическому воспитанию. У нас больше 30 лет работал физруком и военным руководителем. Роман Саматович, заслуженный учитель Республики Башкорстан, военный луэрчик, ветеран войны. Его ученики всегда защищали честь нашей республики. Были спортивные семьи, это хочу назвать Арсану Гвадзи, Исламова, Ахмад Кузина, Дзи Дипова. Они стали победителями российских соревнований. Ахмад Кузин Артур, это серебряный призер чемпионата мира по фехтованию, чемпион университета. Также хочу назвать продолжение. Команда волейболистов заняла третье место в нашей школе среди городов Республики Башкорстан. А по-военной по-третьски каждый год поступают в военное училище. Также в прошлом году мы закончили военное училище и остались преподавать в военных институтах. Чемпион Республики Башкорстан и неоднократный чемпион Республики по лыжным гонкам. В итоге соревнования участники показали достойные результаты. Первое место заняла сборная подросткового спортивного клуба «Спартак». С серебро завоевали ребята из команды «Тайфун», а третьими стали спортсмены команды «Сокол». Все участники получили в подарок школьные принадлежности. Никто не остался без подарков.